Бисмилля и ва хамду ля, ау салату и саламу, ау саламу, ау саламу, ау саламу, ау саламу, ау саламу. Очень многих интересует вопрос о том, можно ли сюда приехать учиться. И ребенок, парень, закончивший 11 класс, может ли он сюда приехать учиться? Да, конечно, может. На все воле Аллаха. Но надо понимать, что исламский университет в городе Медина, это университет, который хотят мусульмане всего мира. Мусульман в мире, как мы знаем, 2,5 миллиарда. И во всех точках мира все знают Исламский университет Медины. Исламский университет Медины внесен в книгу Гиннесса по количеству стран иностранных студентов. То есть ни в одном университете мира не учится студентов из такого разнообразного количества стран, как из Медины. Насколько помню, если не ошибаюсь, из 170 или 176 стран в Мединском университете учатся люди. Представляете, да? И, соответственно, есть страны, в которых люди, каждый молодой человек, грубо говоря, очень многие, да, люди хотят здесь учиться. То же самое и Россия, не исключение. Многие хотят учиться, соответственно, конкурс большой и смотрят на аттестат. То есть у мальчика должен быть хороший аттестат. Желательно, чтобы у него был балл высокий. То есть, например, ну, например, хотя бы там 5-6 четверок, остальные пятерки, например. Условно. Это плюс очень большой, потому что на это смотрят. На это смотрят. Будет другой подавать, у которого, который будет из другой страны, может быть, и у него будет аттестат выше, возможно, возьмут его. Но не факт. То есть смотрят на это. Дальше смотрят на знание твоего Корана, знание арабского языка. Охотнее берут тех, кто знает уже арабский язык. Также смотрят на то, из какой ты страны. Если ты из страны, где очень мало мусульман, или из этой страны очень мало студентов, то берут охотнее. Ну, например, из некоторых стран берут чаще, чем из других. Потому что здесь очень мало студентов из этой страны. Бывает так. Или, например, регион какой-то. Например, вы из города, например, Владивосток или Иркутск. Или там, я не знаю, какой-нибудь поселок мирный там в Якутской области и так далее, так далее. То есть вы из Сибири. Вероятность возрастает многократно, потому что из этих регионов мало студентов. Смотрят на прописку, то есть тоже. Вот. Но это общие такие административные знания, так скажем. Теперь самое главное. Дуа. По ночам вставать на тахаджут. И делать дуа. И стучать в эту дверь, которая обязательно открывается. Для того, кто убежден в том, что Аллах отвечает. Аллах сказал, что тот, кто будет, что он спускается к ближайшему небу в последней третьей части ночи и говорит. Кто хочет, чтобы я его простил? Пусть просит меня прощения, я прощу его. Кто хочет, чтобы я принял его покаяние? Пусть просит меня принятие покаяния, я приму его. Кто хочет, чтобы я ему что-то даровал? Пусть просит меня, я ему дарую. Просите в эти времена, просите в эти благословенные места. Аллах обязательно отвечает. Я перед вами тот человек, который так делал свое время, чтобы меня сюда приняли. Меня сюда приняли в то время, когда мой возраст был. Уже не брали в этом возрасте вообще. Здесь берут до 25 лет. Некоторые исключения, некоторые исключения до 30. Меня когда приняли, мне было 33 года, когда мне сказали, мы тебя принимаем. Когда я приехал, мне было 35 вообще. Аллах велик. Для Аллаха нет ничего невозможного. Если Аллах захочет, чтобы ваш сын здесь был, он будет. И никто Аллаху не помешает. И никто не сможет. Если Аллах захочет, и даже весь мир будет против, будет так, как пожелал Аллах. Поэтому делайте дуа, надейтесь на лучшее, не уставайте, не переставайте, не опускайте рук, не теряйте надежду, не думайте никогда плохо об Аллахе и никогда не думайте, что Аллах не отвечает. Потому что, как передано в хадисе, который передал Тирмидзи и некоторые другие мхадисы, пророк сказал, Аллах не перестает отвечать на дуа человека до тех пор, пока тот не скажет, о Аллах, я к тебе взывал, а ты не отвечаешь мне. И спросили, что значит, вот это, я к тебе взывал, а ты не отвечаешь мне. То есть, Аллах не перестает отвечать на дуа человека, пока человек не начнет проявлять нетерпеливость. А что значит проявлять нетерпеливость? Это когда человек начнет говорить, о Аллах, я тебе взывал, а ты мне не отвечаешь. Это нетерпение, это нетерпеливость, это поспешность. Нельзя так говорить, нельзя так думать о Всевышнем Аллахе. То есть, Аллах обязательно отвечает, просто человек должен быть терпеливым. Продолжение следует...